Грибная база Дампеля – один из старейших спортивных объектов Венсполса. В 2010 году база отметила 80-летний юбилей, и тогда же было принято решение о кардинальной перестройке сервисного здания, поскольку старое, построенное в начале 60-х годов, практически было лишено элементарных удобств. Задуманное с успехом осуществилось, и в начале этого года новое здание было сдано в эксплуатацию. Я присутствовал при подписании договора, и тогда условия на базе были несравнимы с нынешними. Теперь у молодых спортсменов есть все необходимое – душ, которого раньше не было, туалеты, все очень красивое, просто супер. На церемонию торжественного открытия базы прибыли почетные гости, представляющие Олимпийский комитет Латвии, Федерацию гребли на байдарках и каноэ, коллеги из Риги, Елговы, Талсы, прославленные чемпионы. Новая база всегда лучше, чем старая. Конечно, новую базу нужно обжить какое-то время, чтобы тренер свой кабинет облудил бумагами, разными видеокамерами. Тогда будет считаться, что чувствуя себя хозяином здесь, спортсменом. Также новые эйлинги тоже надо указать свое место должно быть. Узнаете? Не очень. Базу свою узнаю, особенно внутреннюю часть эйлинга. А так, конечно, изменилось и довольно-таки серьезно. Я думаю, что молодежь будет просто счастлива от таких условий. Мы это люди, может быть, старые закваски еще. Нам хочется вот того старого почему-то, потому что приходит душа отдыхает. Но если смотреть в перспективу, то, наверное, это интереснее, это перспективнее. И молодежь подтянется, что самое главное, чтобы люди массово занимались спортом. На базе дампели регулярные тренировки проводят порядка 70 спортсменов. Несмотря на то, что сезон гребли только стартует, они уже успели оценить перемены на своей родной базе. Горячий душ – это очень хорошо. Большой плюс. На старой базе душевых не было, и ранней весной или поздней осенью не было возможности принять горячий душ. И практически мокро приходилось ехать домой. А мне, например, до дома целых 2 километра. Хорошие условия для тренировок – это дополнительная мотивация. Довольные тренеры, которых на гребной базе четверо. Опытные Эрик Эглотис, Оэрс Бурковский, Сырута Шауберга и начинающий тренер и действующая спортсменка Дегна Тучи. Разница очень большая. Теперь у нас есть спортивная площадка, где дети могут поиграть в различные игры. Летом мы здесь практически живем, от рассвета до заката. И теперь есть все необходимые условия. Кроме заметно улучшенных бытовых условий, теперь база может гордиться и техническими новинками. В мастерской для ремонта лодок, новыми мостками и понтонами, современным тренажерным залом. Есть два специальных тренажера. Один для гребли на байдарках, один для каноэ. И когда погода плохая, можно тренироваться в помещениях. В принципе, здесь можно готовиться к чемпионатам мира, к чемпионатам Европы и так далее. Я не вижу вообще никаких препятствий, чтобы сейчас этого здесь не делать. Может быть, Федерация и будет постанавливать так, чтобы сюда можно было приезжать и делать здесь какие-нибудь тренировочные сборы в рамках сборной Латвии. Стартовавший сезон для венсполских гребцов обещает быть насыщенным. В июне в Португалии пройдет чемпионат Европы для взрослых, затем чемпионат Европы в Польше и чемпионат мира в Канаде для возрастной группы У-23, а в августе – чемпионат мира для взрослых. На всех четырех турнирах мы планируем стартовать. В возрастной группе У-23 мы рассчитываем на медали. Километры делают человека чемпионом. Независимо, ты талантливый или нет. Талантом тоже надо работать столько сам, сколько не талантом. Только просто ему надо меньше времени на это. Поэтому хочу пожелать многие тысячи километров и пусть будет. Я за свою жизнь проехал два раза вокруг земного шара. В день торжественного открытия база принимала и первое соревнование сезона. Ветераны и молодые гребцы преодолели дистанции 200, 1000, 2000 и 3000 метров.